Тевтельные игры представляют В сотрудничестве со скованными небесами Тевтельный сериал Ходячие старички Миша Всем привет, друзья! С вами Крисмас, и мы вновь продолжаем с вами, конечно же, с тобой проходить... Мишу, Мишаньку продолжаем проходить Что ж, сразу начнём, не будем тянуть, по заслугам третий эпизод начать. Погнали! Скорее всего, как я уже говорил в предыдущих эпизодах, этот эпизод закончится тем, что мы отомстим Ну, не то, что отомстим, мы убьём... Как он там? Норму, да? Этого мужика мы уже убили, её брата Норму мы скоро убьём Слишком громко у меня наушниках это всё дело орёт Но в игре это на видосе будет довольно-таки приятно слушать меня И приятно слушать игру Вот Да, Грег Никотера откинулся Ну, не именно тот Никотера, о котором все знают, а просто Грег, который в этой игре есть Я, кстати, для тебя, вот специально для тебя и для всех других людей Которые тоже это ты, это ты и это ты и это другие ты Специально для вас, ребята, увеличил, увеличил размеры субтитров Специально для тебя, чтобы ты не всматривался И если у тебя плохое зрение Чтобы ты... Не обязательно, чтобы ты сидел перед монитором прямо Если у тебя, тем более, 2К-монитор Ты можешь просто сидеть за 2К-м от своего монитора И смотреть и читать вместе со мной эти субтитры Если я что-то там не успею прочитать Ты успеешь прочитать и понять смысл и сюжет И о чём говорят, собственно, персонажи Ты тоже успеешь и всё прочитаешь Отлично Разъебал я череп этого чувака Рэндалла вроде его, да, там Рэндалл зовут Разъебал я ему черепушку и правильно сделал 52,6% людей, которые играли в эту игру Тоже так же сделали, как и я Остальные слабачки оставили его в живых Они, наверное, просто хотели посмотреть Альтернативный... Как его? Альтернативную ветвь сюжета И поэтому вот так вот они и поступили Но мы поступили по-другому Потому что я знаю, что это хорошим не закончится Это я где, блядь? Опять на корабле? Двумя неделями ранее? Да, смотри-ка, мы снова на корабле На котором мы и вначале начинали По-русски называется? Серьёзно? А почему по-русски называется наш судно? Это прикол такой? Или это толмачки мы красавцы перевели? Или это прикол? Надеюсь, ты не собираешься прыгать Иначе мне придётся броситься за тобой Да, кстати, мне даже приятнее стало читать, на самом деле А этого мне бы не хотелось Я просто хочу уединиться Очень удобно стало, на самом деле Тогда тебе нужна лодка побольше Ну да, у вас тут слишком дохуя Я себе всю жопу отморозил На, держи Кофе согреет тебя Ну давай, давай, чё? Чё бы нет Нихуя сегодня у кружка, блядь Ты чё как въебала-то? Чёрт, подери, подери Откопи одно название больше половины Сахара вроде, да? Ты мне мою бывшую жену напоминаешь Она была любительницей Рома Эй, Сидик! Гридик, который А ты слышал прикол про что-то там? Что? Нет, Берта, нет Это был самый настоящий мяутеш Берта, прекращай уже Ладно, предупреждаю Ну ты даёшь, чувак На самом деле, да Стало легче читать Поначалу они мне жутко не нравились Но со временем я привык к ним Да, и ты теперь думаешь, что вы Одно целое, да? Как к плесени, например Не, не, извини Не очень удачное сравнение, да? Я тоже начинаю к ним привыкать Приятно, что хоть кто-то может ещё Очень тонкая грань разделяет придворного Кого-то там от дурня Попробую угадать Блядь, идите нахуй, короче Читайте, ребята, если вы успеваете До того, как я встретил Пита Мы с братом укрывались В старом чё-то там По производству консерв Еды выше крыши Куча толстых и счастливых людей А потом Маленькую девочку Похитили Мы отправились по следу С таким количеством крови Это было Не сложно В итоге мы окружили людей Которые держали её на каком-то В складе Это случайно не про ту В десятером мы зашли туда И только я вышел А это случайно... Зачем? Зачем вы пошли за ней? Тогда мне ещё казалось, что я могу что-то изменить Когда мой брат Я просто пытаюсь прожить ещё один день Через несколько недель я наткнулся на Пита Чуть выше побереговой линии Он всё понял по моему лицу И предложил работу Никаких вопросов не задавал Хорошо, что есть такие люди, как Пит Но она не всегда таких людей понимает, как Пит За это нужно выпить, говорит Оук Что ж Похоже, Берта уже закончил выделываться И мы наконец можем сыграть в карты Присоеднишься? Не, спасибо, я в соло постою Ладно, мы оставим тебе местечко на всяк случай Просто помни, не обязательно играть в один Лишь с Солитёр Нам уже может прекратят эту хуйню всё напоминание, блядь Давайте уже Настоящее время, все дела Семь минут потратили мы на это Ты точно в этом уверена? Мне нужно взглянуть на него На лицо этого ублюдка А боссать только не забудь Пассы прям сверху на него Ну чё, тебе нравится? Да ты с другой стороны зайди Боже мой, он мёртв Нет, блядь, он жив Как ты могла? Если он мертв Он получил по заслугам на самом деле Сколько людей он убил И сколько людей он ещё бы убил Я хотела его смерти, но сейчас увидев его А, ты заднюю даёшь, да? Слабенькая, значит, ты Жаль, что я сама этого не сделала Лучше бы я убил его Ты не убийца, Сэм И ты не должна была им становиться Ты меня не знаешь А, нет, всё-таки она не даёт заднюю Сэм, успокойся Мне ещё даже, блядь, не похоронили Отца, короче, на ней братца Я её не хотела Он всё погубил А вот её сестричка Она реально тупенькая какая-то Он убил Я понимаю Ничего ты не понимаешь Тихо Слышали? Какой ты пиздёшь по рации? Мишон, это Пит Это ловушка Прошу, ответь Кое-что произошло Я слушаю Слава богу Тебе нужно кое-что узнать Норма и её люди Они, они схватили наш экипаж Сиди, Ридика, Оука и Берта Не переживай, пока что им ничего не грозит Но всё может перемениться Так что слушай меня внимательно Я готова обменять твоих друзей на своего брата Но если ты хоть что-то хотела сделать Рендалу То я их убью Меня поняла? Так, девочки, оживляйте Рендала, короче А, он сейчас зомбаком станет, ёпты Нормально, чё Тогда и ты следи за собой Такие условия, Миша Это и тебя касается Если ты что-то им сделаешь, Рендал не поздоровится Только попробуй его хоть пальцем тронуть Мы прибудем к вам с рассветом Приготовьтесь к встрече Дожить до рассвета Until dawn О боже, это не оптимизированная игра А, ещё помню, Бэтмена же выпустили Вот такого же Бэтмена тевтельные игры выпустили Блядь, просто не оптимизированное говнище было Её потом в оптимизацию подкрутили, но Хули толку, она вышла сразу же в стиме И кто её купил, были разочарованы покупкой Ну посмотрим, что будет Но я уже вижу, что тут особой графы нету Игра это про сюжет, но Запиливать, конечно же, оптимизован никто не собирается Нахуй надо Но если вы хотите посмотреть системные требования для этой игры Её должен был потянуть даже комп в 10-м году В 10-м году вот есть комп у кого-то, да Там, блядь, вообще там просто Короче, там нужна ведуха, прям такая слабенькая 450-я GTS Это вообще просто, блядь, ведуха вроде 10-го А то или раньше года, что ли Который реально может потянуть эту игру Ну, эта игра может потянуть, конечно Но она настолько, сука, не оптимизирована На некоторых местах она лагает, и поэтому Вот Так что говорить, что у кого-то там игра лагает Это глупости, когда рабочих сами Не удосужились оптимизировать свою игру Но игрушка, тем не менее, всё равно радует меня По своему сюжету Конечно, сильно сюжетом она не блещет, прям пиздатостью Мне больше понравилось волк среди нас Вот волк среди нас, там загадки, детектив, все дела Вот она попизже будет, даже чем ходячие мертвецы в целом Вообще все Но ходячие мертвецы ещё атмосферностью держат небольшой Не сильной атмосферностью, но... Короче, у нас есть шанс Ему надо, короче, лицо, его всё промыть Она хочет вернуться у брата, и когда она увидит его... Вот, хороший план Ну хотя бы он может быть живым, выглядеть Если это вообще можно назвать ходьбой Хоть бы это сработало Всё получится, думаю Допустим, это сработает, но что будет потом? Потом будет перестрелка, скорее всего, или мясорука какая-нибудь Во-первых, ему ещё нужно заткнуть его ебало, на самом деле Чтобы он вот это вот не рычал, потому что они сразу же услышат, как будто... Норма не оставит нас в покое Она не успокоится, если мы вернём ей брата Даже если бы он был жив, мы сожгли их дом Писок в щет Тогда мы убежим Когда ты вторую... Но тогда она захватит дом Ну и пусть забирает, она знает, что мы тут Возможно, у нас получится Главное, не медлить Стоит твоим друзьям освободиться, и тогда мы побежим Я, блять, не могу это слушать Что? Сэм, вернись Сэм, вернись Сэм, вернись Сэм, вернись Сэм, вернись Саманта Саманта не слушается нас, что-то Но она пока что глупенькая, маленькая девочка Сэм! Сэм! Но её сестрёнка тоже не менее глупа Такая же просто стерва Он никуда не денется Она хочет отца похоронить Ну да, конечно Что ты делаешь? Ты так себе навредишь Чтоб тебя Сэм, прекрати Даш, помогите ей тогда Хули вы только пиздите Ты, мы, может, и готовы уйти отсюда Но я ни за что Так это всё не оставлю Ну да, роднушка же всё-таки твоя Как ты оставишь это место У нас не вышло организовать для мам настоящие похороны И пришлось похоронить её прямо здесь Лишь нам вдвоём Он бы хотел это сделать Я понимаю, у нас нет на это времени Я понимаю Нужно похоронить его рядом с твоей мамой Но нам нельзя терять время Нам стоит готовиться к уходу Я никуда не пойду Что, Сэм, ты ведь не думаешь Моя мама похоронена здесь, Пэйдж Всё, что у меня осталось от неё и Грэга Если хочешь уйти, искать рюдорожка Но я не пойду с тобой Ну тогда вооружайтесь, девки Кто может с собой нормально держать оружие в руках Чтобы руки не тряслись Ну началось, блядь Галюные ебаные Не, ну по-любому под конец Извини По-любому под конец этого эпизода должно что-то случиться И она должна узнать правду Насчёт её детей Заставлять не буду Я не буду заставлять себя Если хочешь оставаться, это твоё дело Тебе тоже не обязательно уходить Мы можем защитить этот дом Дать им бой А у нас хватит сил Чтобы не произошло, спасибо тебе Я тебе жизнью обязана Прости, что я поздно это сказала Никогда ничего не поздно Никогда Давай, поможем ей Хули, она в одного, что ли, будет тащить? Там это запомнит Да мне, как бы, похуй Запомнят она, нет Я ей сейчас помогу Потом, скорее всего, всем им ещё разочек помогу Потом ещё кому-нибудь помогу Знаю, это глупо Но мне нужно с этим покончить В моей комнате спрятано пара пистолетов в старой сумке Ты сразу поймёшь, как она выглядит Убедись, что у нас есть ещё оружие Пока норма не пришла за нами Ага И, блядь, полчаса будешь копать со своей раной У неё же рука ранена, правильно? Плечо или что там у неё ранено Она аж полчаса будет копать Если не больше Ну да, жёлтая сумка, все дела Джеймс Джеймс Франка, слышь? Джеймс Франка Поговорить со Джеймс Франк Привет Ебать Не наводит окна на меня пистолет Я просто Хотел знать, каково держать оружие Будь аккуратен просто Не выстрелив себя ненароком Глок тебе не просто так игрушка, ебаная Давай-ка, положи его на место Сколько в блоке патронов? 15, 18, 18, вроде, да? Пустой Заряжай хули А можно помочь? Конечно можно, давай, чё, попробуй Видишь, это отверстие вставляет закруглённой стороной вперёд Как они так просто взяли и умерли, папа и Грег? Грег и папа Да, действительно, они же были киборгами, а всё-таки взяли так и откинулись от одной кули Пиздец Мне казалось, что они были киборгами Т-1000 Жидко-кристаллическими серминаторами Ты должен быть умным Иначе никак не выжить Папа был самым умным человеком, которого я знал Но это не помогло ему А я тебе ещё расскажу Он ещё и был провидцем, ведь он был индейцем Тот, кто это сделал, кто убил моего отца Ой, фраза, фраза мести Он должен Я хочу Ты хочешь отомстить, да? Это хуёвое дело, чувак Он наш лучший шанс на то, чтобы выжить Я слышал, о чём вы говорили Сюда придёт ещё больше людей Сэм ранен Если и если она Она сильная и позаботится о себе Я бы за неё так сильно не переживала Держите Запомни, что я сказала тебе Если ты умный, с тобой ничего не случится Норма идёт сюда Всё может резко обернуться плохо Там был вариант дать ему пистолет Но он не умеет стрелять И он может ранить кого-то из своих Хотелось бы оградить вас от этого Но мне кажется, всё равно кого-то ещё постреляют Да заебало, блядь Эти скримота уже хватит, ребята Дженни, Рейч, почему вы заключённые отказываются сотрудничать? Что бы от нас хотите? У нас нет на это времени Чё, я уже хожу, да? Отлично Убедитесь, что Сэм и Пейдж вооружены Лестница поднётся наверх Ну давай Где наша Пейдж? Пейдж вроде пошла в дом А Саманта хоронит отца Так что Пейдж где-то должна быть здесь наверху А у неё как раз снайперка же Она должна сверху палить Чердака или со второго этажа Что это за музыка? Ну обычно музыкой привлекает зомби К примеру, враги могли бы этим воспользоваться Но это, видимо, у тебя опять глюны просто и всё Она не приближается, она только отдаляется Я здесь! Сюда, я здесь! Короче, насколько я понимаю Здесь и кроются ответы А, да, ясно А, можно войти? А это кто? Я забыл Ну это как бы брат, как его зовут Красивая музыка, мне нравится Эмили Папа подарил мне эту шкатулку, чтобы я не слышал монстров В моей крепости я всегда в безопасности Она меня защищает Я укрепил стены подушками и одеялами Сразу видно крепкое Я не сомневаюсь, что она тебя уже давно защищает Здорово Так и должна От них Я знаю, что за монстры бродят снаружи Это Виндиго Ты, по-моему, сверхъестественной пересмотрел, дружище Мне о них бабушка рассказывала Когда один человек есть в другого, он превращается Да ну, я о таком никогда не слышала Блядь, по-любому его отец индейец Потому что индейцы рассказывают такие Всякие легенды о Виндиго Виндиго это же кто? Это же дух? Все порой боятся Бояться это нормально, правда? Конечно Такое с каждым порой случается А мой папа их не боится Потому что он индейец, он рассказывает об этом Истории всякие Я уже давно его не видел Где он? Твой папа не придет, а то он умер Что? Что опять? Ну хули, надо правду ему рассказать Его застрелили на улице Нет, вы брете Конечно, я пизжу Я так прикалываюсь Обнять, алекса Конечно же я пизжу В любом случае Сейчас конечно же кто-то напишет комментарий Там типа ты должен появиться страданием Блядь, малыш Он же все-таки еще мелкий Он по-прежнему твой папа Будь сильным Алекса должен быть сильным, хорошо? Не могу Но ты пока мелкий такой Второй, третий, на связи Идем за вами Прекратить болтавную Наши дорогие друзья нас слышат Нихуя вы палитесь реально Дорогие друзья Меня тоже дорогие друзья Меня слышат Так, ну че, погнали туда сюда Да ты вы заебали наху Да, погнали спускаться по лестнице Я не пойду сейчас сюда Там вот пробежали, да И там можно еще поймать пару гулинов Но я думаю нам нужно подготавливаться к обороне Некуда вы... Сейчас время терять Это слишком глупо Семейная фотография посмотреть зачем Кочерга посмотреть зачем Ну давай посмотрим на кочергу Обоссаться Вряд ли я теперь иначе смогу взглянуть на это А, ну то, что типа рано это Прижигало Посмотреть на рисунки детей Посмотреть на проиграть Посмотреть на проиграть Ну давай Проиграем Это, конечно, сейчас не самое главное, но все же О, мафия Давай что-нибудь интересное, ебани А где все инструменты? Ясно, тот чисто мужик будет петь Неинтересно Я думал что-нибудь то такое Пиздатенькое 60-х годов Там с инструментами, со скрипочкой Там Хотя вроде неплохо, почему бы и нет Ну, Джеймс Таманта, Джеймс Зомби А где Пенелопа, Крусс или как там ее Да ты че, обломала весь Каеф Ой, вообще, короче Я за тобой, черт, ходячие Так, там дверь нельзя открыть, да? Или мне надо было обязательно наверх пойти? Я че-то не могу понять немножко Да ну нахуй, серьезно? Смотри-ка, мне действительно надо было, по-моему, наверх только идти Или стой, давай сюда сходим, на кухню Так, рисунки детей Двери в гараж используют Да, 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 дверь в гараж, все правильно Так, сварочная горелка Вот как они укрепили ворота Надеюсь, они сдержат норму Вряд ли Смотреть на канистру Почти пуста Но можно воспользоваться этим Че на него смотреть? У нее, возможно, какие-то мысли были пиздатые по поводу него Подойти к Сэм Вернуться Давай подойдем, че? Нахрен нам возвращаться Я так и не нашел, кстати, Пейдж Так же ее вроде зовут, да? Сестренка Сэм Пейдж Привет, Сэм, привет Спасибо за помощь, одна бы я не перенесла этого Тебе что-нибудь нужно? Нужна помощь? Нет Когда ты чем-то занят, ты не думаешь ни о чем Пейдж считает, что мы тут в опасности, нам нужно уходить от тебя Я почти уверен, что она уже пыталась убедить тебя в этом Я никуда не уйду без тебя Даже если уйдешь, я не буду обсуждать тебя Ты здесь лишь за тем, чтобы спасти своих друзей, и я все понимаю, это... Твои проблемы просто мне тут все напоминает отца И нас всех Он начал с самого нуля, сумел оплатить юридическую школу с работы по уборке домов Когда он купил этот дом, это стало доказательностью того, что он обеспечил нам лучшую жизнь Мы тут выросли, я... Может, я сошла с ума, но я не допущу, чтобы все это было зря Он очень гордился тем, что построил Ты должна защитить этот дом И Миша это понимает Молодец Мы должны держаться за то, что нас держат здесь Как-то так Философская мысль основа Ты нашла сумку? Да, держи Глок Не за что Мне нужно закончить это Так, ну все, я пистолет отдал Осталось сколько? Осталось еще Пейдж отдать, да, пистолет, получается? Да Все-таки она вернулась обратно Давай, погнали Значит, на втором этаже, где-то должна быть Пейдж Ей нужно отдать пистолет Я не знаю, смысл Можно ли Джеймсу отдать пистолет? Почти ничего не осталось Если мы решили уйти отсюда, припасов хватит только на пару дней Я слышу опять этих детей Которые кричат Маме, маме, маме Типа, мама, мама, ноу Спасибо, блядь, все дела Да, ладно, пойдем тогда туда Где дети пробежали Так, и что тут? Ничего, да? А не в стопе комод открыть Может, там что будет? Записка Посмотреть на фотографию Да, батюк у них, женой, там все дела Они так счастливы На самом деле личные вещи читать, читать, это не очень Джон, береги себя и наших детей Дальше можешь не считать Оно не стоит того Что-то так все понятно Да Так Че тут нихера нету? Нам надо, короче, пейдж найти Я думаю, как раз мы пейдж найдем в этой комнате, да? Вот, пожалуйста, Пейдж. Вот у нее винтовка, вот у нее рюкзак. Она, по-моему, собирается свалить отсюда. Дать патроны, конечно. Подготовить надо Пейдж тоже. О, привет! Не слышала, как ты зашла. А я просто по стелсу. Вот, возьми. Эмо. Сгоняла только, что магазин купила тебе патроны. Не благодари. Тебе удалось ее образумить? Или ты считаешь, что сейчас самое время копать могилу? Сэм хочет отстоять в дом. Она готова к сражению. Шутишь? У Нормы больше людей, больше оружия. Нам ни за что не победить. Ну, надо же за что-то цепляться в этой жизни. Надо же за что-то бороться, ебать. Вот Сэм поняла это, а ты что-то не поймешь никак. Скоро я от вас отстану. Я никогда не была здесь своей, как и ты. В этом мы с тобой похожи. Здесь твой дом. Это место никогда не было моим домом. Они приютили меня, и я делала вид, что мне это нравилось. Но моя настоящая жизнь была ужасной. Норма скоро придет, и если они все еще не готовы, я не буду наблюдать за тем, как все летит к черту. Она упрямая, как баран. Ты нужна, Сэм. Так, останься, ты нужна, Сэм. Если уйдешь, потом будешь жалеть об этом. Фербенксы оберегали. Я не знаю, могу ли я ответить им тем же. Плабачка. Надо было не давать ей патронов. Пускай как хочет, так и выживает. Надо было какой-нибудь обоссанной кухонной ножки ей дать, чтобы она могла бы хотя бы зомби убить. Так, все, нам нужно к Сэм идти, короче. Зачем-то мы сделали Кругаля. Ну, ничего страшного. Так, а вот и Сэм. О, Мишон, я еще у Алекса. Ты его видела? Я хочу, чтобы он был рядом, когда я буду произносить речь. Я рассказал ему об отце. И я ему все уже рассказала. О, черт, тогда мне нужно его проведать. Он в своей комнате в крепости. Встретимся на улице? О, да. Встретимся на улице. Наверное, зря я ему рассказал все. Надо было его все-таки, чтобы... Саманта все сделала за меня. Ну, вообще, точнее, Саманта сама проявила инициативу на это дело. Ну, ладно, что, рассказали и рассказали. Да, ничего страшного, я думаю, не станет с этого. Не уходи, мама, не уходи. Аликс, Джеймс, Саманта. А где это? Пейдж. Пенелопа, блять. Или как там ее? Ну, и, конечно же, Миша во главе нашего шпионского отряда. А Миша сильная. Хотя она здесь потеряла максимум друзей. И все. Которые ее на время приютили. Сэм? Все нормально? И Грег, и отец. Я даже не знаю, что сказать. Ну, ты что-нибудь скажи. Скажи, что он для тебя что-то значил. Да. Хорошо. Я пока отойду. Отлить надо. Ебать, она так ходит, такие звуки, как будто она мамонт какой-то. Ты как? Да вот только что мемы в ВК смотрела, и нормально все. Угораю, стою. Я в порядке. Я бы так не сказала. Я все понимаю. Нихуя ты не понимаешь. Особенно, когда говорят... Я именно все понимаю. Ну, блять. Ну, нихуя ты не понимаешь. Конечно, я живу тут, но я так и не стала членом их семьи, понимаешь? А теперь я тебя должен понять, да? Ты сам выбираешь себе семью. Когда это у тебя отрос член? Ведь ты девка была. Отец, которым ты остался, которым ты нужен был. Экипаж Пита, а не семья для меня. Наверное, ты права. Конечно, блять, я права. Я решила остаться. Молодца. Ради Сэм. Не зазнавайся, дать ню дни из-за того, что ты мне сказала. Ну, конечно, конечно, конечно. Мишон? Она здесь! Так. Пэйч на второй этаж. Все нормально, все будет хорошо. Ой, начали, короче, это. Париться. Подними братом наверх, прячьтесь, пока я не преду за вами. Что сейчас будет? А она больно сделает? Я вас защищу. Что бы ни случилось. Несмотря ни на что, держитесь вместе. Хорошо. Идите в вашу крепость, короче. Вас там спрячут от Виндига. От страшных виндиганцев. Ну, чё? Пошла вода горячая. С второго этажа открывается отличный вид на ворота. Я прикрою вас. Я это и хотел тебе сказать. Не промахнись. Будем надеяться. Ты, блядь, просто не дрогни и всё. Не дрогни духом, не дрогнешь и физически. Пэйдж, если что-то пойдёт не так, позаботься об этом. Не говори так. Пэйдж, прошу. Сэм, ты же знаешь, что я... Блядь, некогда пиздеть, ребята. Иди на второй этаж, прикрывай нас сверху. Выведи Рэндал наружу. А я пойду на пролом. Я ведь Миша. Я могу. Умею, практикую. Сейчас будет замес века. Почему бы, собственно, и нет. Бля, они бы реально ему чё-нибудь какую-нибудь, я не знаю, тряпку напихали бы в этот... Ебать тебя видно вообще-то, сныкайся как-нибудь. Как-то там тихо. Ты готова? Смотрим в оба. Будь непросто. Да, я согласен с тобой, это будет непросто. Мы не знаем, что задумала норма. Замёт она. Она задумала нас убить всех. Это по-любому. Она даже если и понимает, что... То есть она знает, возможно, то, что брат ещё жив, но... Она готовит уже... Время к отомщению. Что происходит? Мои люди ждут сигнала. Сперва я хочу поговорить, только вы и я. Так сказать, разрядить обстановку. Тогда начинай говорить. Ладно, начинай говорить. Этим я сейчас занята, я не намерена сражаться. Ну, конечно, блядь. Видишь, я могу вывести себя благоразумно. Рады видеть тебя, Пит. Взаимно. На, держи. А вдруг он за них? Вдруг она ему будущее пообещала, пиздатая? Послушайте. Монрос гинул, затонул в море, как... Всё, что у меня было. Мы с вами забрали друг у друга. Нечто важное, сейчас я лишь хочу вернуть твоего брата. Я прошу прощения за его действия. И всё. Вперва дай мне моих друзей. Рэндал вернётся. После того, как... Я отпустила Пит, остальных ты получишь, когда ты вернёшь мне брата. Осторожно, Мишон. Я знак... В знак доброй воли. Пи! Сука, нормально. С минут на минуту. Они будут здесь. Зомби, на самом деле, приведут сюда. Они целы невредимы, как я и говорил. Теперь я хочу видеть своего брата. Моа бро-бро. Какого хрена мы тут стоим? Из-за неё мы лишились дома. Гэби, перестань. Они должны сдохнуть. Мы сюда не за этим пришли. А теперь замолчи. Вот видишь, что даже люди её разгневаны насчёт того, что дома у них теперь нету. Показать Рэндалла. Он тот. Рэндалл, ты в порядке? Потерпи немного, я верну тебя. Когда я сниму с него эту маску, молись, чтобы он нормально говорил. Отпусти этого. Давай, скоро мы покончим с этим. Освободи его, Гэби. Так. Росомаху мы уже спасли, отлично. Я рад, что ты жив, приятель. Я сдержал обещание, теперь ваша очередь. О, Оук! Отдай мне Рэндалла. Оук! Эй, отпусти пистолет. Я могу пристрелить его, у меня ещё останутся люди. Так что сделай, что я хочу. Прямо сейчас. Отпустить Рэндалла, хорошо. Забирай его. А Рэндалл сейчас в любом случае покусает, либо её, либо кого-то. Рэндалл, всего этого не стоит. Гэби, послушай меня, после всего, что они сделали, ты продолжаешь давать им шанс. Мы заслуживаем возмездие. Не делай этого. Стой, нет! На, нахуй. Долбоёбка. Все немедленно отпустили оружие. А я так и знала, что им нельзя доверять. Нет! Отпусти пистолет. Пожалуйста, не убивайте его. Если ты продолжишь бездействовать, мы возьмём это не тебе решать. Око за око, сука. Я тебе и говорил о тебе, что сделаем мы. Я могу всё исправить. Ну всё, перестрелка, ребята. Мафия на мафию, сторона на сторону. Ну и, конечно же, зомби. Они в любом случае пришли бы, они пришли бы на выстрелы, на звуки. Ладно, одно убийство, и мы квиты. Но дай мне взглянуть на брата. Сними с него мешок. Отказаться. Не, не, не смотришь на него, когда мы обменяемся. Ах ты мелкая сучка, она хотела сказать. Ладно. Отлично, мы подождали, пока прибудут зомби. Другие. Они отвлечены, они отвлечены, и это начинаем. И это наш шанс. Так, оука мы ещё можем спасти. Давай покусать. Снимай её маску, короче, я на... Снимай его маску, и он должен сейчас покусать кого-то. Что с ним такое? Миша убила его, он подонок. Нет, он не подонок, он зомби. Она сумасшедшая. Знаешь, что она с нами сделала, когда убить его? Он этого заслуживает. Бля... Рэндалл! Рэндалл, ты в порядке? Куда-то... Ты видел, куда та снайперша смотрит? Вот останови момент. Кусай её! Кусай её, сука, кусай! Давай! Долбоёб, кусай её, ёпта. Рэндалл! Пиздец, как он, сука, долго. Я думал, он на неё набросился, как скримак, а он не набросился с неё. Да закрывайте вы ворота просто и всё. В чём проблема? Отлично. Блядь! А где Оук-то? Где Оук? На, красава, Оук! Оук, беги! Может, вы не будете стоять, как истуканы? Стреляйте, блядь, по ним, долбоёбы. Убейте их! Бежим в дом! Сейчас! А у нас преимущество, они заперты здесь с зомбиами, а мы за воротами. Бежим! Миша, бегите! Я задержу их, как смогу. Отлично, блядь. Миша, давай, откройте ворота! Быстрее! Оу-воу-воу-воу! Блядь! Я не ту кнопку нажал. Альтернативная концовка, нихуя не могу знать. Нормально, альтернативную концовку, ребята, открыл. Всё хорошо. Это того стоило. Миша, давай, открыть ворота! Быстрее, блядь! Уху! Всё, убиваем их! На, сука! Тупая ублюдина. На, блядь! На! У меня ещё сколько? 15 патронов где-то, да, примерно? Ну, пиздец. Да, сейчас бы ещё глюны схватить, охуенно. Да, ну его замбягнуть пусть нормально. И в неё ни одной дробинки не попалось, серьёзно? Ах ты, сука. На, блядь! В коленную чашечку тебе, сука. Давай-давай-давай, идём-идём, ползём, ползём, ползём. На, лежи, блядь! Ни хуя себе, сожгите нахуй весь дом. А почему они не отстреливаются? Я просто не слышу звуки выстрелов, снайперша, там, эти, с пистолетами, нет? Нас так-то вообще-то много, тоже дохуя. Отлично, блядь. Ой, охуенно. Она на самом деле заразится может от этого. Они же все заражены в крови. Если они погибают, то всё. Она, считай, уже зомби скоро будет. На, сука, закрой рот. Оставь её в покое, она не... Зак! Зак! Что за... Миша! Скорее в дом! Ну, сука, ты сдать тебе. На, псины ебаные. Сдох, блядь. Ох, заебись, чётка. Отлично сработано, ребята. Да всё, её уже покусали, она в любом случае... Не-не-не, не надо, не надо, боже, нет! Она уже в любом случае, это... Положить конец её страданиям. Всё-таки я не буду никому мучить. Это глупо. Ой, кишочки, все дела. Сюда! Отличный, кстати, замес получился. Отличный замес. Мне очень нравится. Я, кстати, вам не сказал, в начале видео я собираюсь за одно видео пройти вот этот вот эпизод, третий. Просто я не буду разделять его на нелепые какие-то два видео по 25 минут, и нахуй оно надо. Лучше час 20 отснять, чем по полчаса или по 40 минут. Ну, это вообще не то, что по 40 минут, там даже будет чуть меньше. Там может оказаться так, что будет одно видео сорт, но другое 20. Ну и зачем оно? Зачем его разделять, если можно просто целиком отснять целый эпизод? Ну вот. Что-то долгое, слишком загрузка. Но сейчас, по-моему, будет это уже отстаивание самого дома. Зомби слишком до хера, и на выстрел, на звук выстрелов ещё придут. Но хотя ворота мы закрыли. Точнее, не мы, а там эти враги наши закрыли ворота. Зомби никак не подступят к нам, но они будут у ворот ждать в любом случае. Если мы куда-то захотим выйти из дома. То нам придётся ещё попотеть, чтобы завалить всех зомбей в округе. Так что... Ну, сейчас нам предстоит завалить ещё пару, наверное, пару-тройку, может, пяточек врагов. Я не знаю, их на самом деле, как бы, зашли их, зашло их очень мало. А показывает постоянно то, что мы убиваем врагов, но их не убавляется. Ну, это как типичные фильмы, там, про месиловую, про мясорубку, где там, блядь, перестрелки пиздец, масштабные, а народ не убавляется. Ну, как бы погибают, но не убавляются. Слишком долгая загрузка, и, собственно, опять выстрелы. Ох, нихуя себе, матрица. Блядь! Чуть снова не умерли. Но у них одно преимущество огромное, и это у них автоматические... Автоматы, короче, это у них калаши. А это огромное преимущество. Это же, блядь, не пистолеты, глоки. Хотя... Хотя бы какой-то огнестрел есть, и это очень хорошо. На мгновение мне показалось, что ты погибнешь. А они перестали стрелять. Снова кашляли, ребята, снова вот эта хуйня. Они окружили нас, мы должны уходить сюда. Где мальчики? Наверху! Алик, Джеймс! Спускайтесь! Ну всё, пиздец. Блядь, прыгнитесь! Два коктейля молотова, это очень опасно. Аликс, Джеймс, Сэм, мамочка, где ты? Сколько всего. Ну два коктейля молотова, это пиздец, девочки. Удерживайте W, чтобы убраться из горящего дома. Помоги нам! А ты встать не можешь? Тебя обязательно ползти, что ли? Молодец, догадалась. Пожалуйста! Ещё коктейль молотова. Ну давай быстрее, бля, чё ты думаешь? Открывай эту ёбаную дверь. А чем-то подпёрто, что ли? Обидно. Всё хорошо, мама. Блядь. Давай поднотушную задницу, Миша. Ты сможешь. Блядь, несу сначала кнопку нажал. Но, слава богу, игра не сработала. Хе-хе-хе-хе. Мне кажется, она бежит за Алексом и Джеймсом. Хотя они на втором этаже, но всё же, возможно, они здесь находятся. И, возможно, я спасаю не своих детей, а... Ну, не детей Миш-Миша, а детей этих... Этого дома. Алексей и Джеймсом. А, мамочка? А, нет, всё-таки на второй этаж мы идём. Я не вижу тебя, я иду. И почему-то её до сих пор никто не разбудил. Ну, как бы от глюнов. Перед нами появляется дверь. Вот откуда ни возьмись, появилась. В рот не бей... В рот ебись. Нападал он нам, пиздюлей. Снова, блядь, загрузка невибически долгая. А всё из-за того, что неоптимизированная игра, реально. Как бы, блядь, ничего не попишешь. Снова Элоди и Кэнди, да? Или кто там? Кэнди, Элоди? Элоди точно маленькая. А Кэнди, она, по-моему... Или, наоборот, не знаю. Нам нужно выбираться отсюда. Мне нужно увезти вас отсюда. Здесь опасно. Это всё нереально. Я знаю, что вы не настоящие, как и всё это. Но я продолжаю видеть вас повсюду, и я не знаю, как это прекратить. Просто скажите, чего вы хотите от меня. Ничего они от тебя хотят, и чего ты хочешь сама от себя. Миша, это Доминик. Что происходит? Собирайте все вещи, ладно? Где мама? Мы ждали тебя. Мы едем к Доне, только... Нет, она придёт искать нас. Нам нельзя уходить. Миша, если ты... Просто береги себя, хорошо? Ты нужна им. Ну да, их забрал отец, наверное, или кто брат, не знаю. Мне очень жаль. Очень-очень жаль. Я не знаю, что ещё могу сказать. Я просто... Мне... Очень жаль. Ай. Ну, от коктейля Молта на самом деле... Огонь бы полыхал уже абсолютно везде в этом доме. Ей можно выбраться только через окно, скорее всего. Ну и, конечно же, сейчас обвалится крыша. Я до сих пор люблю вас. Я до сих пор люблю... Вас. Неужели есть несколько концов? Глядь! Не, реально, неужели есть несколько концов в этой игре? Кто-нибудь, помогите! А вот и Джеймс как раз. Сэм, Сэм! Нет, я здесь! Миша! Мы застряли в чулане! Зато вы защищены от Виндиго. Всё заебись. Не бросай нас! Мы можем... Мы не можем выбраться отсюда. Пожалуйста! Прошу! Нихуя себе, ты Рэмбо, блядь! Вот это да ты даёшь! Миша! Ты не видела их? Сэм! Я думала, что вы погибли. Нам нужно уходить, быстрее! Да, ты права! Идём! Мы можем выбраться отсюда через комнату Грэга. Идите за мной и не отходите ни на шаг, ясно? Ладно, вперёд! Отлично! Майкл Бэй просто, блядь, я не знаю, охуевает от таких спецэффектов и от такого поворота событий. Просто Майкл Бэй со своим аватаром стоит и нервно курит реально в сторонке, блядь. Конечно же, это сарказм, блядь. Не уходи, говорят дети. Останьте с нами. Джеймс! Не уходи. Ну вот, собственно, и альтернативная концовка. Мы не прощаемся. Но совсем. Скоро мы увидимся. Когда? Я не знаю. Скоро. Попрощайтесь, девочки. Вашей маме пора уходить. Мамочка, пожалуйста. Останься дома с нами. Она не может. Просто дайте ей уйти. Все-таки... Дай нам минутку, Доминик. Давай, Алекс. Что ты делаешь? Нет. Хватит, девочки. Пусть идет, если она того хочет. Миша! Не-не-не, не уходи. Калет. Ей нельзя уходить. Ей нельзя оставаться. Я должна уйти. Малышки, послушайте, мне нужно идти. Я... Ну, я должна уйти. Миша! Сейчас бы, наверное, все такие, знаешь, можно сказать... Не то, что ватники, а вот многие такие вот... А ты решили бы остаться ей. Я не брошу тебя. Они же просто воспоминания. И даже не то, что воспоминания, может быть, бросить своих девочек. Прощайте. Они все равно навсегда останутся в ее голове. Мне очень жаль. Они же просто не живые, а... Мишон еще жива, и поэтому... Может быть, когда-то они действительно еще встретятся, но не сегодня. Дай руку. И тем более, вот этим людям нужна помощь. Действительно нужна помощь. Мишон. Мишон, потому что очень сильная баба, и поэтому... Она должна помочь этим людям выжить, остаться в живых, остаться... Стать сильными. Поэтому я решил правильно. Я думаю, что я решил правильно. Я надеюсь, что вы... Многие также решили, и поэтому... Ну, нет смысла просто оставаться там, где пусто. Пустота. Как в сверхъестественном. Есть, короче, какое-то такое место. Чистилище. Там, где монстры обитают, которые уже убиты в реальном мире, и они попадают в чистилище. Пустоту. Там ни хера нету, и как бы и будущего там тоже нету. И там тоже самое. Я бы остался в пустоте, умер бы. Ну, именно Мишон. И ни хера бы не изменилось. Все осталось бы пустым и... Безнадежным, что ли. Конечно, ее будет гложить тоска еще больше, чем раньше, но... Она когда-то хотела, конечно, хотела покончить самоубийством, но тогда у нее не было столь нужного момента остаться, что ли. А сейчас у нее как раз-таки есть какой-то... Свои люди, свои друзья. Есть ради кого еще продолжать жить, продолжать бороться в этом мире. И поэтому я считаю, что ей нужно остаться в этом мире ищем. Я правильно делаю. Можно, конечно, перепройти и остаться с ее детьми, с ее воспоминаниями. Вот. Ну, остаться в том доме, само собой. Но, как бы... Мне кажется, Риддик хочет доплыть до обломков Монроу. Спасти, что осталось. Мы можем подбросить вас до Оушен-сайта или в одну из общин на севере. Там хорошие люди. Спасибо. То есть, все-таки они хотят от нас сослучиться, да? Ну, это, на самом деле, не очень хорошо. Тебе спасибо за все. И мы бы вряд ли смогли выбраться оттуда без тебя. Извлеки из этого. Обещай, что ты извлечешь из этого урок. Запомни все, что там произошло. Обещаю. Ну, даже если они собираются уйти от нас, это не повод расстраиваться и... Продолжаем жизнь. И это правильно. Теперь все будет труднее без Берта. Мне придется больше полагаться на тебя. Без него все будет иначе. Мне будет его не хватать. Я знаю, тебе было тяжело, причем не раз. Когда мы разделились, я услышал, как ты звала своих дочерей. Что... Что-то там произошло. Я пытался тебя найти, но не смог. Надо было всех вывезти. Я мог бы просто слышать тебя скрыть. Я видела своих дочерей и говорила с ними. Но это невозможно, верно? Их ведь там не было. Это галлюцинации в голове, воспоминания. Я знаю. Может, стоит подумать, а что, если это не пройдет? И тогда это останется навсегда в ее голове. Может, не пройдет, но когда я их увидела... У меня появилась возможность уйти, я не могла больше находиться рядом с ними. Этих возможностей еще будет куча. Думаю, пора перестать убегать и вернись к своей группе, с тем, кто кого-то бросила к своей семье. Пока есть возможность. Если я хоть что-то знаю, как это, то есть, сейчас это все идет к чертям. Так я и поступлю. Ты прав, пора возвращаться. Ну и тут, собственно, еще много разных. Но не много разных, но есть пути, короче, отступление, ухода от этой группы. Ну, это глупо. Ради них, в принципе, я и оставил жизнь Миши. Пошли. Ну и, собственно, какой-нибудь, какая-то пиздатенькая музыка на фоне заиграла. Ну, как я и говорил, это видео где-то получилось час, может быть, час десять. И не было смысла, короче, его разделять. Ну вот, да, дочери у нее будут всегда в голове, в воспоминаниях. И она будет сожалеть об этом, что произошло с ними. Но, что поделаешь. Миши. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну и, собственно, вы положили-ка нестраданием нормы. Вы выбрали остаться с дочерьми или покинуть их. 92%. Со мной согласились. А 7% в 7,3% решили остаться с дочерьми. Ну, как-то так. Давайте, ребята, на этом закончим. Вы будете слушать эту музыку, эту песню, эту женщину, девушку, бабёночку, которая поёт на общем фоне этой игры. Ну, а я пока с вами её послушаю и скажу следующее. Подписывайтесь, кто ещё не подписан. Ставьте лайки, комментируйте обязательно. Ну и, собственно, подводя итог, мне игра понравилась. Неплохая история о самой Мишон. Сама Мишон в Ходячих мертвецах довольно-таки колоритный персонаж и очень мне понравился. Вначале начали её, вроде как, съёмки с ней с третьего сезона сериала. Вот. И по сей сезон восьмой. Она снимается уже пять сезонов подряд. Вот. И, на самом деле, очень хороший персонаж со своей историей, с отдельной. И мне очень нравится. Мне понравилась эта игра. Сюжет здесь, конечно, особо поворотов сюжетных не было, но сама история и под конец мне порадовало то, что можно остаться или уйти. Ну, собственно, всё. Всем удачи и всем пока!